Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу Святая Церковь воспоминает память отцов Поместного Собора Церкви Русской 1918 года, предлагая за богослужением отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 10, стихи с 9 по 16, а также рядовое Евангелие от Луки, глава 12, стихи со 2 по 12. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Рече Господь, ничтожа покровенно есть, ежа не откроется, и тайна ежа не разумеется, за ней еликоватмерия стива свете услышится, и ежика уху глаголости во храмях проповесцы на кровях. Глаголю же вам другом своим, не убойтеся от убивающих тела, и потом немогущих лишать, что сотворите. Сказую же вам, кого убойтеся. Убойтеся, имущего власть по убиении, воврещив дебрь огненную, ей, глаголю вам того, убойтеся. Не пясть ли птиц цениться пени зима двема, и ни едина от них не из-за вена пред Богом. Но и власть и главы вашая вси из-за чтений суть. Не убойтеся, убо, мнозих птиц унши есть те вы. Глаголю же вам. Всяк ижеащий исповесь мя пред человеки, и сын человеческий исповесь тего пред ангелы Божиими. А отвергись имя не пред человеки, отвержен будет пред ангелы Божиими. И всяк иже речет слова на сына человеческого оставится ему, а на святаго духа хулившему не оставится. Игда же приведут вы на соборище и власти и владычество, не пицитеся, како или что отвечаете или что речете. Святый Бодух, научит вы в той час, я же подобает речи. Прочитаем этот текст вместе в русском переводе. Сказал Господь, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела, и потом, не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвернется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Начальные слова сегодняшнего евангельского чтения указывают на бесполезность лицемерия. Как не скрывает лицемер свое душевное состояние, оно в конце концов все же обнаружится явно для всех, потому что наступит судный день, открывающий тайные помышления и желания, и выявляющие то, что считалось скрытым. Блаженный Феофилак отмечает, что Господь говорит это ученикам, а между тем направляет против фарисеев, намекая на их коварные умыслы, и выражает как бы так. «Фарисеи, что вы замышляли в темноте? В ваших темных сердцах, желая уловить меня, то будет услышано и узнано во свете, ибо я свет, и вы не можете укрыться от меня, но во мне, свете, распознается все, что замышляет ваша темнота». После обличения фарисеев Господь обращается к своим друзьям, ожидая от них открытого, честного и безбоязненного служения. Он научает пренебрегать телесной смертью по причине того, что убийцы вредят одному только телу, душе же повредить не могут, только лишь Бог может вернуть в гиену, и тем самым казните душу и тело. Ефимий Зигабен замечает, «Не бойтесь тех, которые убивают тело, и не оставляйте ради этого проповеди, но бойтесь того, который послал вас на это служение, и делайте то, что Он повелел вам. Те, хотя и убьют тело, но не одолеют души, а этот и душу, и тело может погубить в гиене, то есть наказать». Продолжая свою речь, Господь побуждает учеников к твердому исповеданию веры, говоря, «Всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Под исповеданием он подразумевает свидетельство о себе, поэтому говорит, «Всякого, кто объявит меня Богом, я объявлю верующим перед ангелами Божьими», то есть слугами окружающего престола небесного Царя. И даже в момент призыва к мужественному свидетельству Спаситель говорит о том, что не будут навсегда лишены прощения те, кто отвергнет его по немощи или неведении. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет». Но тут же добавляет, «А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Почему же нет прощения за этот грех? Святитель Иоанн Затауст пишет, «Потому что Христа не знали, кто Он был, а о Духе получили уже достаточное познание. Так, что не говорили пророки, говорили по внушению Духа, и в Ветхом Завете все имели о нем очень ясное понятие». Итак, слова Христа имеют такое значение, «Пусть вы соблазняетесь мною по плоти, в которую я облегся, но можете ли вы сказать и о Духе, что его не знаем? Потому-то хула вашей будет непростительно, и здесь и там понесете за нее наказание». Милосердие Божие бесконечно, и нет греха, который побеждал бы его. Но грех всякого, кто упорно отвергает это милосердие и противится самой спасающей благодати Божией, остается непрощенным, ведя к погибели души. Это намеренное противление спасающей благодати Божией, которая есть благодать Святого Духа. Господь называет хулой на Духа. Если же человек отвергает очевидные действия спасающей благодати Святого Духа, то неоткуда взяться в нем и покаянию, без которого нет спасения. Это побуждает нас задуматься о следующем. Если мы со всей тщательностью соблюдаем заповеди Божии, искренне принося покаяние в тех ошибках, которые мы совершаем, тогда Божественная благодать, которая пребывает внутри нас, взирая на наше прилежание, действительно заявляет о Своем присутствии. Господь призывает нас, дорогие братья и сестры, исповедовать Его всей своей жизнью, свидетельствуя истинной, живой верой, совершая дела милосердия. Достойно, с упованием на Божье попечение о нас, преодолевая жизненные трудности, испытывая радость о Господе и возвещая эту радость окружающим нас людям. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповам, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok